Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте в студии Владимир Сметанин. Кировскую область могут презентовать на федеральном уровне. Об этом с представителем Министерства иностранных дел России Сергеем Маловым говорил глава региона Александр Соколов на встрече в Нижнем Новгороде. Соколов подчеркнул, что у Кировской области большой экономический потенциал. У нас развиты многие отрасли, в том числе лесная, агропромышленная, химическая. Есть все условия для создания особой экономической зоны мирового уровня в области биофармацевтики и иммунобиологии. Александр Соколов обратил также внимание собеседника на то, что Кировской области необходимо более масштабное позиционирование на федеральном уровне, продвижение местных брендов, сообщает пресс-служба правительства. Он предложил обсудить возможность проведения в 2023 году презентации региона на площадке МИД с участием главы ведомства Сергея Лаврова. Малову инициатива Александра Соколова понравилась. Экономика! Займы для кировских предпринимателей снижены до 4%. Чтобы расширить возможности предоставления льготных кредитов из регионального бюджета, выделено дополнительно 150 миллионов рублей. На данный момент в центре «Мой бизнес» кировским предпринимателям предоставлен выбор из 17 финансовых программ льготных займов. До 5 миллионов рублей можно получить под 4% годовых, пояснил исполняющий обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Дмитрий Глушков. Самозанятые граждане, которые ведут профессиональную деятельность не меньше месяца, также могут получить льготный заем до 500 тысяч рублей на 2 года по ставке 4% годовых. В эфире экономика! Любимым делом работу считают 40% кировчан. Чаще всего такой ответ задавали маркетологи и представители медиа. Меньше всего работу любят рабочий персонал и специалисты по закупкам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой исследований компании Headhunter. 79% кировчан главным смыслом работы назвали деньги. Еще 43% опрошенных признали, что работа для них еще и способ самореализоваться. Такой ответ чаще давали женщины, чем мужчины. Мужчины же чаще женщин отмечали, что работают для того, чтобы построить карьеру. Наконец, 11% респондентов работают ради признания и уважения окружающих. Примечательно, что такой ответ чаще всего давали медики. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова